Экскап Когда данный проект только зарождался, его разработчики ставили перед собой следующие цели. Повышенная полезная нагрузка, высокая скорость движения и максимально широкий функционал. Всего этого удалось добиться, даже несмотря на то, что получившийся самолет обладает весьма скромными размерами. Всего 7,26 метров в длину при размахе крыльев в 10,5 метров. Летательный аппарат берет на себя полезную нагрузку до 500 килограмм. Максимальная скорость полета составляет 246 километров в час. Главная особенность самолета заключается в том, что он как бы является основой, которую можно оборудовать под выполнение самых разных задач. Впервые данный самолет был представлен в 2016 году, тогда же началось его серийное производство. Модель является усовершенствованной версией другого популярного легкого спортивного самолета Carbon Cup EX от американской компании Cup Craftos. Коломбан Кри-Кри Несмотря на то, что этот летательный аппарат впервые поднялся в воздух аж в 1973 году, он по праву заслужил свое место в нашем сегодняшнем списке. Ведь он — самый маленький в мире двухмоторный пилотируемый самолет. Его создателем является французский инженер Мишель Коломбан. Коломбан Кри-Кри специально проектировался так, чтобы его было удобно содержать в самом обычном гараже и буксировать на прицепе. Кроме того, инженер постарался не усложнять конструкцию, поэтому построить такой самолет, как и управлять им, не очень сложно. Из отличительных особенностей можно выделить низкорасположенные крылья, закрытую одноместную кабину под куполом, трехколесные шасси. Двигатели же расположены настолько близко друг к другу, что управлять Кри-Кри могут в том числе пилоты, имеющие квалификацию для управления однодвигательными самолетами. Длина корпуса составляет 3,9 метра. Размах крыла не превышает 4,9 метров. Пустым аппарат весит всего лишь 78 килограмм. Максимальная же скорость его полета составляет 220 километров в час. Icon A5 Класс сверхлегких персональных самолетов появился в мире относительно недавно, однако уже может похвастаться весьма примечательными представителями. Icon A5 — детище американской компании Icon Aircraft, серийное производство которого ведется с 2014 года. Он представляет собой гидрозамолет, то есть взлетает и садится на водную поверхность. Фюзеляж изготовлен из углеродного волокна и имеет спонсоны, чтобы меньше накреняться на воде. В движении аппарат переводится мотором Rotex 912 IS с мощностью 100 л.с. Длина самолета 7 метров, размах крыльев 10,6 метров. Полезная нагрузка небольшая, всего 200 килограмм, но это вряд ли можно назвать недостатком, учитывая, что Icon A5 создавался для развлечения и отдыха. Панорамный внешний вид, съемные боковые окна и интуитивно понятное управление являются своеобразной компенсацией. Максимальная развиваемая аппаратом скорость — 175 км в час. Starbumble B2 Представляем вашему вниманию еще одного рекордсмена, который даже получил собственное место в Книге рекордов Гиннесса. В 1988 году Starbumble B2 был признан самым маленьким самолетом в мире. Его размах крыльев составлял всего 1,68 метров, а общая длина корпуса не превышала 2,69 метров. Интересно, что вес его при таких скромных размерах составлял целых 180 килограмм. По современным меркам это достаточно много, однако в то время еще попросту не использовали продвинутые материалы, способные снизить массу конструкции. Кадры, которые мы вам показываем, имеют плохое качество не случайно. Дело в том, что Starbumble B2 был аэродинамически нестабильным настолько, что в мае 1988, спустя месяц после попадания в Книгу, на высоте 122 метров у него отказал двигатель. В результате крушения самолет был полностью уничтожен, а пилоту пришлось потом долго восстанавливать здоровье. Arlec Не все крохотные самолеты создаются исключительно для отдыха и праздного катания. Arlec, к примеру, является легким разведывательно-ударным самолетом. Его разработкой занимались южноафриканские компании Paramount Group и Aerosud. Первый полет состоялся в июле 2014 года. Штурмовик идеален для разведки, патрулирования, нанесения ударов по наземным целям. Его длина составляет 10,3 метра. Размах крыла — 11,9 метров. Выдерживаемая весовая нагрузка для таких размеров довольно впечатляющая — около 1800 кг. Это позволяет брать на борт боеприпасы, оснащаться бортовыми системами самообороны. Двигатель Pratt & Whitney Canada PT6A66 мощностью аж 950 лошадиных сил гарантирует скорость полета до 500 км в час. Кстати, само название — это аббревиатура, которая расшифровывается как «Передовой высокопроизводительный легкий разведывательный самолет». Vision Jet G2 Plus Кто-то скажет, что реальность, в которой покупать и пользоваться самолетами так же просто, как и автомобилями, неосуществима. Однако создатели следующего транспорта из нашего списка стремятся именно к ней. Vision Jet G2 Plus является новинкой. Американская компания Cirrus Aircraft представила его буквально несколько месяцев назад. Бренд занимается изготовлением подобных легких самолетов не первый год, так что данная модель является обновленной версией G2, которая производится с 2019 года. Аппарат получил обновленный двигатель Williamas FJ33-5A. Он похвастается оптимизированным профилем тяги и повышенной на 20% производительностью при взлете. Геометрия корпуса почти не изменилась. Это все так же 9,4 метров длины и 11,8 метров размаха крыльев. Самолет способен перевозить до 7 пассажиров и путешествовать на круизной скорости в 564 километра в час. BD-5J История этого удивительного самолета началась в 70-х годах, когда американский авиаконструктор Джеймс Беда решил вывести любовь людей к конструкторам на новый уровень. Специалист спроектировал крохотный самолет, построил его, испытал, а затем сделал на его основе конструктор. Любой желающий, обладающий лишними двумя тысячами-пятистами долларами, мог заказать комплект из запчастей, деталей обшивки, мотора, чтобы собственными руками собрать из него персональный летательный аппарат. Длина фюзеляжа оригинального аппарата составляла 4,13 метров, а размах крыльев — 6,5 метров. Ко всеобщему удивлению, самоделка была способна разгоняться до 373 километров в час. BD-5J же является усовершенствованной его версией. Именитый режиссер Джон Гленн решил снять симпатичный самолет в своем фильме «Агент 007. Осьминожка». На площадку был приглашен сам Джеймс Беда, после чего было решено сделать самолет сверхскоростным. BD-5 получил реактивный двигатель, превратившись в BD-5J. Его скорость увеличилась до 480 километров в час. Mini C-17 Promo А вот еще один старичок на этот раз из нулевых, который обладает весьма интересной историей. На его создание специалистам потребовалось пять лет. Все это время они из обычного гаттера «Джон Дир» пытались создать реплику американского военно-транспортного самолета C-17 Globemaster. Преуспеть в этом деле удалось отчасти из-за участия в проекте волонтеров. Большинство деталей для проекта также было пожертвовано в качестве благотворительности. Тем удивительнее понимать, что длина мини C-17 Promo составила 6,4 метров, а размах крыльев — 8,6 метров. Впоследствии транспортное средство использовалось в образовательных целях. Специалисты колесили с ним по стране, рассказывая людям о военной авиации. Еще модель успела поучаствовать в огромном количестве выставок и парадов, а в 2016 году даже получила звание «Лучшего статичного экспоната». Тиэль Альтралайт Стрим Этот легкий многоцелевой самолет производится чешской компанией Тиэль Альтралайт с 2013 года. Двухместный спортивный он спроектирован так, чтобы люди в кабине чувствовали себя военными летчиками. В этом помогают размещенные друг за другом кресла, стеклянная кабина, обилие управляющих элементов на боковой ручке управления, а также сама форма фюзеляжа. В воздух кроху поднимает стасильный мотор Rotex 912 ULS. Максимальная развиваемая скорость — 335 км в час. Что же касается габаритов, то здесь, как несложно догадаться, все очень скромно. 9 метров размаха крыла и 6,8 метров длины. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok